Президент Египта распорядился разгрузить застрявшее в суэцком канале судно. Озвучено Яндекс Пичкит. Президент Египта Абдель Фатах Аэссиси приказал подготовиться к облегчению груза гигантского контейнеровоза, стоящего на мели в суэцком канале. Эксперты считают, что процесс может занять время. Об этом заявил глава управления суэцким каналом Осама Рабио, передает телеканал Эль-Арэбия. Рабио сообщил, что ситуация улучшилась по сравнению с предыдущими днями. В частности, судно удалось сдвинуть на 4 метра. Мы поделили смены, 12 часов для земснарядов и 12 часов для буксиров, поскольку из-за прилива буксиры не всегда могут работать, сказал Раби, добавив, что в настоящее время задействовано 14 буксиров. Эксперты предупреждают, что такой процесс может быть сложным и длительным. Спасатели и команда голландской фирмы Smith Salvage взвешивают, нужно ли будет убрать часть из 18 300 контейнеров Ever Given с помощью крана, чтобы спустить его с мели. Судно Ever Given длиной 400 метров застряло по диагонали на южном участке суэцкого канала 23 марта, остановив движение судов на одном из самых загруженных водных путей в мире. По состоянию на субботу 321 судно ожидало транзита через канал, в том числе десятки контейнеровозов, балкеров и судов для перевозки жиженого природного газа с АПГ. Предварительной причиной инцидента называли сильный порыв ветра, который привел к отклонению контейнеровоза с курса. Однако 27 марта Рабиу заявил, что причиной могла стать техническая неисправность. Как сообщала РБК Украина, из-за затора в суэцком канале, мировая торговля несет убытки в размере 400 миллионов долларов каждый час. Напомним, Египет ежедневно теряет около 14 миллионов долларов сборов за прохождение суэцкого канала.